Музыка Какие пути решения вопросов по повышению пенсии? Ну, прежде всего индексация, это осовремение, это безусловно нужно делать. Второй путь это осовремение тех пенсий, которые, ну будем говорить так, не осовременивались в период переходного процесса, который длился в 90-е годы. Так называемая валаризация. Мы валаризацию сделали, но сделали исходя из тех возможностей, которые позволяла экономика. Экономика тогда позволяла в систему влить порядка 700 миллиардов рублей. Мы их туда вложили, пересчитали и каждую пенсионную историю, и эти средства отдали каждому пенсионеру. Были бы больше возможностей, можно было бы больше. Ну и, наконец, третья возможность, это помогать из федерального бюджета пенсионной системе. И это, что называется, священный долг государственного бюджета, прежде всего за выполнение государственных функций. Если человек их выполняет, служит в армии или привлекается для выполнения тех или иных государственных функций. Это помощь молодым мамам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Это тоже нужно оплачивать со стороны государства. И все те льготные режимы налогообложения, которые предусмотрены законодательством, их тоже надо восполнять со стороны федерального бюджета. Поэтому те дефицитные, я их в кавычках назову, дырки в бюджете пенсионной системы, они все рукотворные. Они не появляются только потому, что пенсионная система плохо администрирует. Нет, она прилично администрирует всю систему и прилично администрирует всю систему взносов взаимоотношений с работодателями. А вот что касается выполнения этих обязательств, это обязательства государства. Когда плохо с бюджетом, естественно, возникает напряжение по пополнению бюджета пенсионного фонда со стороны федерального бюджета. Вот здесь-то как раз, ну что называется, искры летят между финансово-экономическим блоком правительства и социальным блоком правительства. Мы в данном случае должны быть некими такими арбитрами. Поэтому искать и не верить, и искать где-то подводные камни в расчетах Минфина, Минэкономразвития, это не наш путь. Мы достаточно профессионально подходим к формированию бюджета. Все карты находятся на столе. Мы знаем доходную часть бюджета, мы знаем расходную часть бюджета. И маневр, он, в общем-то, весьма ограничен. Нужно обеспечить и стабильное выполнение всех обязательств в социальной сфере. Нужно сохранить поддержку тех важнейших сфер нашей жизнедеятельности, о которых мы с вами знаем. Прежде всего, сельского хозяйства, выполнение социальных обязательств, поддержка обороны страны. И при этом не забывать еще о том, что у нас требуют поддержки бюджета регионов. Мало сшить концы с концами в федеральном бюджете, надо еще и помочь регионам. Потому что в основе благополучия региональных систем жизни, конечно, зависит от сбалансированности их региональных бюджетов. Так что я здесь не вижу никакого злого умысла. Слишком длительное время идет обсуждение проектных цифр на разных уровнях, на разных площадках, в том числе и на партийной площадке. Поэтому аргументы могут быть популистские, а аргументы могут быть выверенные и, что называется, профессиональные. Мы не за популизм, мы за учет реальных возможностей и за учет реальной обстановки. У государства есть некий запас прочности, мы о нем знаем. И этот запас прочности позволяет нам, что называется, выполнить вот эти вот непростые три условия, о которых я сказал. Сбалансированность, поддержать экономику регионов, обеспечить выполнение социальных обязательств. И, кроме того, обеспечить еще и устойчивость работы всего экономического механизма, в том числе и банковской системы.